На этом семинаре мы с вами обсудим такие вопросы, как трудоустройство за границей, желаете ли вы устроиться за границей, какое ваше мнение о трудоустройстве за границей и обсудим, что вы знаете, чем я могу с вами поделиться, какой информацией. И посмотрим фильм по нелегальной трудовой миграции. Как может быть взаимосвязана нелегальная миграция с торговлей людьми? Вы как бы выезжаете на работу за границей, да? Вы, ну допустим, знаете все условия, знаете, что вам будет платить меньше, чем гражданам той страны, куда вы выезжаете, знаете, что вы будете работать довольно много, да? И знаете, что вы будете там бояться полиции и так далее. Но вы сможете, можете понимать, что нелегальная миграция, она взаимосвязана с торговлей людьми. Мы никто не застрахованы от того, что мы можем попасть в рабство, да, например. Потому что мы не имеем прав, и любое, ну скажем так, любое выползновение со стороны власти может для нас не очень приятно отобразиться. Вот из-за этого очень многие люди страдают. То есть боятся обратиться в полицию, боятся обратиться в консульство, потому что боятся наказаний. И в итоге терпят, и довольно длительное время, пока уже совсем не срываются, и не просят помощи у сторонних людей. Вот я вам подготовила такие вот материалы, которые вы можете взять с собой. Это должен знать каждый. Некоторые компании предлагают консультации по миграционным вопросам и помощи в оформлении Ходотайс. Вы подписываете, например, с этой компанией договор, да? В этом договоре очень внимательно читайте, что в нем написано. Вот первое правило. Остерегайтесь опасности торговли людьми. В Украине действуют некоторые преступные группы, которые продают людей в рабство за границу. То есть они обещают хорошую зарплату, они обещают хорошие условия. А в итоге, когда человек соглашается и выезжает за территорию страны, в итоге получается, что он попадает в рабство. Вот я вам тут написала адрес сайта, где можно почитать, кстати, более подробную информацию, если вы интересуетесь этим вопросом, более подробную информацию. И написала вам номер телефона, куда можно будет обратиться, вообще просто проконсультироваться. Многие задают вопросы по фирмам, которые трудоустраивают за границу. Многие задают вопросы, как правильно отформить документы, что нужно, какие документы предоставить, какой договор, что в договоре должно быть написано и так далее. То есть вот эти телефоны я вам здесь предоставила. Спасибо.